Фух, как будто бы я только что вернулся из преисподней. Я снова светлый человек, все, слава богу, живы, здоровы. И нам остаётся только пойти и сразиться с королём Алантом. Давайте опять сменим магию. Поставим отражение в огненный залп. И направляемся в Балетарию, в башню короля. И кстати, даже убив короля Дорона отравой, тенденция Балетарию, как ни странно, всё равно понизилась. Зато будет хоть какой-то челлендж с Алантом. Вот я наконец-то добрался до башни. Здесь у нас лифт. Здесь можно видеть, как рабы вращают огромные механизмы. Приводящие лифт в движение. И сразу же вспоминается Dark Souls 2. Где подобных затяжных лифтов было большое количество. Да, все короли любят сидеть на высоких башнях. И взирать на обычных смертных свысока. И взирать на обычных смертных свысок. И можем видеть в его руках губитель душ. Ну, в сет у короля Аланта не особо разнообразен. Когда он начинает колдовать вокруг себя вот этот шторм. Просто нужно отбежать как можно дальше. Когда он делает взмах. Делаем в последний момент кувырок. Самое, наверное, опасное. Это то, когда он делает серию ударов. Вот наподобие такой. От всех остальных атак, в принципе, довольно просто увернуться. Еще у него есть одна уникальная атака. Я не знаю, использует ли он против меня или нет. Он может высасывать уровень персонажа. Так называемый делевелинг. Это очень полезная штука иногда. Когда вы слишком перекачались. И вас в пвп нигде не призывает. Вы можете прийти к королю Аланту. Чтобы он понизил ваш уровень. Ну вот, что-то он ни разу еще не применил эту атаку. Немножко постреляем у него. Да, жизни у него большое количество. Держимся на средней дистанции. Ну вот, он опять начинает так колдовать эту мысль. В ответ в него кинуть несколько фаерболов. Только он опять поднимает руку вверх. Готовимся к атаке. Да, по сравнению, конечно, с боссами в такой Dark Souls 3. Последний босс. Демон Солс, конечно, смотрится очень смешно. Еще и начинает колдовать одно и то же. У него есть еще одна атака в крышке. Почему-то он тоже меня еще ни разу не использовал. Ну вот и весь король Алланд. Дают за него 75500 душ. И душу ложного короля. С нами, похоже, телепатически только что разговаривал настоящий король Алланд. И, как ни странно, похоже, именно он сюда посадил своего демонического двойника, который возглавлял вторжение в Балитарию и другие королевства. Трон ложного короля. Обелиск демона, известного как ложный король. Могущественный лидер, который хладнокровно взирал на королевство с высоты своего трона, оказался демоном в облике старого короля Алланта. Настоящий король обитает подле старейшего. А царь-то не настоящий. Возвращаемся в Нексус. Печать сломлена. И наше дело в черном больше не будет нам предоставлять услуги прокачки персонажа. Но у нас еще осталось одно маленькое незаконченное дело, которое я не смог совершить при чисто темной тенденции. Это собрать одну монету. И ради вот этой одной чертовой монеты мне сначала придется сейчас затемнить Балитарию. Для этого мне, скорее всего, не хватит трех камней, но... У нас есть патчи, с которым можно купить три камня. Да, не дешево, но что поделать. В принципе, нам души уже особо и не нужны. Давайте еще и поговорим с обитателями Нексуса. После того, как печать была сломлена. А это, друг мой, голос как раз вашего господа. Разве ты его не признаешь, святой Урбейн? Иди и встреться с ним. Сразу ему стало не по себе. Юрий ничего нового не говорит. Это лучше, чем у тебя не бояться. Он на вере для того, чтобы увидеть что-то, что будет привлекать... Я вижу. Браво. Я не могу... Ох, спасибо. Ты обещал, как я предупреждал. Почему вы уничтожили все демоны, не имеете в виду? Эта гастливая холла. Монументаля уже говорила о том, что это было раньше. Есть вопрос, который я долго задавал в моем голове. Это, если мы правы убежать старого. Но я сейчас имею ответ. Монументаля, что это было не так, что это не так. Слушайте, что старого холла не должна быть убежать от нас. Если она пытается уничтожить ее, уничтожить ее. Тогда обслуживание души старого холла для себя. Старого холла является невероятным водом. Он содержит все души собрали от всех демонов. Вы уничтожите силу, и я уничтожить знания. И это, мой любимый, это правильный путь. Вы не должны позволить грязь, чтобы уничтожить вас. Да, и Фрэкки, похоже, совсем овладела желанием, могуществом душ. И это частое явление в серии Souls. В конечном итоге, многие маги плохо закончили в погоне за великими знаниями и могуществом. А что нам скажет Увековеченный? Предназначение свечницы усыпить старейшего. Но усыпить старейшего, это не значит убить старейшего. Да, люди опять забудут о таинстве душ, но в конечном итоге опять пройдет много веков. И таинство душ снова всплывет, а вместе с ним и всплывет старейший. Ну что ж, я все-таки добью до конца Балетарию, заберу эту чертову монету. И вот я опять дошел до этого места, где засада с двумя жирными чиновниками. И мне главное пробежать и спрыгнуть через тот парапет. Оп. В этот раз у меня все получилось. И в этих ящиках лежит последняя керамическая монета. Их должно быть четко 13 штук. И перед тем, как проходить игру, если вы не планируете проходить НГ плюс до конца, а открыть все трофеи где-то на середине НГ плюс, то это возможно опять же сделать при помощи бэкапов сейвов. Для этого опять делаем бэкап сейва в облако. И после этого идем разбираться со старейшим. И все это время логово старейшего находилось под Нексусом. Сакон. НЕ- Продолжение следует... 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 и мы получаем губитель душ и из губителя демонов можно сделать регалию севера но это уже только можно сделать в нг плюс у старика эда и кстати за это тоже дают трофей разрубающий душ и клинок который передавался из поколения в поколение в правящей семье болитарии вместе с губителем демонов образуют регалию севера король аланд не расставался с ним со дня коронации чем ближе владелец к обращению в демона тем сильнее клинок неудивительно что старый король аланд выбрал именно его то есть со времен уже коронации салантом было уже что-то не то что-то но Субтитры создавал DimaTorzok И здесь у нас есть выбор Уйти И дать Деве в черном усыпить старейшего Либо убить деву и стать Самым могущественным демоном Погрузив этот истерзанный мир Еще в больший хаос И первым делом для того, чтобы нам Как можно быстрее получить платину Нужно сначала Субтитры создавал DimaTorzok И да, после того, как мы проходим игру Здесь нет возможности дальше продолжать играть Мы сразу же переходим на NG+. Нам также презентуют душу старейшего Душа демона, прозванного старейшим Источник огромной силы Поглотите, чтобы получить большое количество душ И давайте посмотрим, сколько же дадут Нам душ за душу старейшего Двести тысяч Не так уж и густо После того, как мы Получили трофей за одну из концовок Отгружаем наш сейф И теперь вместо того, чтобы убить деву Уходим Дав ей усыпить старейшего Вphere Как вместе Они съем play И Справа Д чувствую Рули Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Продолжение следует... 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 И пока-пока